Хотел бы довести до вашего сведения, что принимая команду в 2019 году после поражения от команды Палестины Довожу до вашего сведения, что принимая команду в 2019 году после поражения от Палестины Передо мной была и тренерским штабом поставлена задача выхода в следующий этап чемпионата мира Учитывая поражения от Палестины и не было времени на подготовку, нашим тренерским штабом был обновлен состав сборной на 70% Если вы посмотрите игру с Палестиной и потом следующую игру с Йеменом, там всего 4 человека вышли от прошлого состава Но это дало определенный результат, мы победили дома Йемен 5-0 и 3-1 Сингапур на выезде соответственно После этого мы принимали команду Саудовской Аравии и, к сожалению, проиграли прямому конкуренту со счетом 3-2 Если вы вспомните ту игру, то поражение в этой игре, это, конечно, стечение обстоятельств и отсутствие опыта наших футболистов В отличие от команды Саудовской Аравии, которая принимала в последний раз участие на чемпионате мира в России У нас таких футболистов в составе не было, я имею в виду с таким опытом Учитывая, что в Саудовской Аравии есть футболисты, которые играют за клуб, который становится чемпионом Азии неоднократно Это тоже говорит о многом К сожалению, опыта у нашего футболиста такого плана нет Поэтому поражение прямому конкуренту со счетом 3-2 усложило нашу задачу занять первое место в группе Но после победы над Палестиной со счетом 2-0 у нас оставались хорошие шансы для того, чтобы выйти из группы В оставшихся трех играх нам было достаточно забрать 6 очков для того, чтобы выйти со второго места Это простой арифметический подсчет Но, к сожалению, произошло то, что весь мир столкнулся с пандемией И, естественно, остановился чемпионат и во всем мире с этим столкнулись Значит, после этого АФК приняло решение о том, что централизовано Мало того, что централизовано, АФК приняло решение в связи с тем, что команда Северной Кореи отказалась участвовать Они приняли такое странное решение о том, что 6 очков будут сниматься от команды, которая в группе заняла последнее место Ну и, естественно, после этого, несмотря на то, что мы обыграли Емин и Сингапур Набрали 6 очков и в турнире на таблице у нас 15 очков на втором месте Ну а наше место вышла команда «Ливан» с 10 очками в группе Ну, что я могу сказать? Да, последние сборы, которые мы провели, готовясь непосредственно к централизованным Я думаю, мы сделали все возможное, я не знаю Конечно, сейчас можно говорить все, что хотите Но ничего не предвещало тому, что произойдет Но, к сожалению, я еще раз говорю Мы проиграли И, конечно, всю ответственность я беру на себя Потому что я, как руководитель тренерского штаба, несу полную ответственность Поэтому еще раз прошу извинить всех любителей спорта И вас всех, кто относится к футболу Потому что если бы мы удачно выступили, возможно, сегодня здесь вас бы не собирали Поэтому еще раз Мы готовы ответить по всей строгости закона Мы со своей стороны Я хочу сказать, что за этот период 75 футболистов привлекли в национальную сборную И 20 футболистов впервые дебютировали в нашей команде Которые были по 16, 17, 18 лет Я думаю, что у этой команды есть будущее Единственное, что надо при правильной подготовке У нас, к сожалению, за этот период, в который я работал Мы не смогли подготовить двух центральных защитников и вратаря Это сказалось на последнем этапе Но это вот та проблема, которая осталась у нас Ну, сейчас объясню Дело в том, что в отсутствии центральных защитников Как я до этого заметил Мы только могли прессинговать Сделать так, чтобы соперник не переходил на нашу половину поля По-моему, насколько я понимаю, вы на их территории То есть на... Не, я хотел объяснить сейчас До этого, когда мы в Саудовской Аравии играли здесь, в Ташкенте Мы только за счет этого могли конкурировать с ними Если вы помните, мы не давали им возможность Находясь в Саудовской Аравии В тех климатических условиях, которые там есть Я не думаю, что мы смогли бы это сделать Это ясно, что мы не сможем сделать Дело в том, что, когда Адел Ахмедов После второй игры, вот он не даст соврать Он здесь был, здесь присутствует Мы, как бы, он и сам сказал Может быть, я в последней игре с Саудовской Аравии на усиление выйду Но я согласился с этим Просто потом оказалось, что Подошли мне, сказали, что ребята хотят, чтобы он сыграл центральным защитником А кто к вам пришел и сказал по поводу того, что можно его ставить центральным защитником? Не, ну, так не сказали Просто мне Азиз подошел Сказал, говорит, вот ребята просят, чтобы он сыграл центральным защитником Но я думаю, что, когда в коллективе мы все вместе работаем, это надо учитывать, согласитесь Когда ребята просят, чтобы мы, там, это же один коллектив у нас И я посчитал, что надо, конечно, когда футболисты сами этого просят Я же не могу сделать по-другому Сейчас я объясню Дело в том, что был предложен план о том, чтобы мы на свое сплавное поле отходим Есть такой вариант, когда двух центральных защитников соперника вообще не встречают два нападающих В игре 4-2, два нападающих не встречают центральных защитников Мы закрываем просто края, они между линиями встают И на контратаке мы можем поймать их Кстати, в этой ситуации, если вы посмотрите, как играла сборная Швеция против команды Испании накануне Вам не кажется, что это было авантливое решение? Мы от обороны собираемся играть с ними Просто вначале мы дисциплинированно держали А потом мы просто взяли, получили первую контратаку Хотя мы договаривались, что будем фалить и отходить назад Но, к сожалению, так получилось и быстро пропустили Я же вам говорю, если бы у нас центральные защитники были другого класса Просто команда Сингапур подсказала Они же до 85-й минуты с ними спокойно играли Команда Сингапур удачно защищалась против команды